Уровень критический. В Новосибирске фиксируют экстремально высокую концентрацию пыльцы березы в воздухе. Также среди самых частых причин сезонной аллергии цветение тополя, ивы, клена, пшеницы, полыни, крапивы, ровашки и одуванчика. Как быть аллергикам этой весной, выяснила Екатерина Новгородцева. В последние дни Новосибирск радует своих жителей теплой, практически летней погодой. И пока одни с удовольствием греются на солнышке, другие стали практически заложниками своих квартир. Многие жалуются на усиление сезонной аллергии. Один из самых агрессивных аллергенов Новосибирской области – это пыльца березы. Ее размер очень маленький – от 2 до 3 сотых миллиметра. Относить такую пыльцу ветер может на расстоянии до 1000 километров. Опасной концентрацией для аллергиков считается от 200 до 1000 единиц на кубометр. Сейчас этот показатель в мегаполисе почти в пять раз выше. У сына Елены Чен аллергия на березу проявилась в три года. Каждую весну ребенок проводит дома. Даже окно порой не открыть. Не помогают никакие лекарства. В этом году недуг проявился особенно сильно. Каждый год проявляется по-разному. Какой-то год вообще никак не проявляется. В этом году сильно. Не может выходить ребенок даже на улицу. Сейчас все зацвело. Пыльца, березы, листья распустились. До такой степени сильно страдает, что закашливается. И вплоть до того, что его тошнит. В этом году разом зацвели семь видов деревьев, увеличив нагрузку на иммунитет тех, кто подвержен аллергии. Полинозом страдает около 35% жителей Новосибирской области. Из них почти половина именно из-за березы. У меня аллергии нет. У родственников есть. Есть аллергия на цветение пыльцы, я так понимаю. Весной обостряется, и бывает, что осенью заложенность носа, воспаление глаз. В этом году усиление аллергии отмечают жители не только Новосибирска, но и других городов России. Жаркая погода и сильный ветер в некоторых регионах способствуют увеличению количества пыльцы в воздухе. Есть такая проблема и в других странах. Есть не только с березой, с многими другими растениями. На самом деле очень много людей сейчас страдает аллергией. У меня муж аллергик, и мы очень мучаемся с этим. А у него на что аллергия? На березу и полынь. Препараты, которые глушат все возможные аллергические реакции, просто заглушаем и, так сказать, поддерживаем. Если справиться с симптомами и медикаменты не помогают, врачи предлагают пройти осид-терапию. В организм человека в малых дозах вводят аллерген. Это помогает иммунитету перестроиться. Назначить такое лечение может аллерголог. Около 150 детей у нас получают эту терапию. И зависит от того, сколько обратилось к нам, сколько прислали доктора нам на эту терапию. Конечно, мы замечаем, что в период цветения резко вырастает обращение пациентов. Но, к сожалению, многие пациенты забывают о том, как им было плохо в весенний-летний период и не возвращаются для проведения дальнейшей терапии в осенне-зимний период. Аллерген-специфическую иммунотерапию нужно проходить на протяжении трех, а иногда и пяти лет ежегодно, с ноября по апрель. Только в этом случае будет эффект. Если курс прервали, придется начинать заново. Однако пока это единственный метод, способный привести состояние аллергика в норму. Екатерина Новгородцева, Андрей Дулепов, Новость ОТС.